Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN. Буквально пару минут назад открылась вторая волна раунда 2 зимнего аукциона, на которой появились WZ-122TM и Lanssen-C. Два средних танка, две восьмерки и, честно говоря, я не совсем понимаю разработчиков, почему именно так. Мне почему-то кажется, что было бы гораздо интереснее и прикольнее, если бы появлялись танки разных типов. Ну, допустим, легкие танки, тяжелый танк, тяжелые танки ПТХ, средние танки ПТХ. Короче говоря, хоть какая-то комбинация. Ну, а так получается тупо два средняка. Ну, а нам теперь сиди, репу, чеши и думай по поводу того, кто из них лучше и кого действительно стоит взять и за какие деньги. Давайте сейчас это все обсудим, потратим буквально пару минут на это. Что касается WZ-122TM, вышло на продажу 2500 танков. По сравнению с Lanssen-C, это на 1000 больше, потому что Lanssen вышло на продажу всего 1500. Короче говоря, разработчики мягко намекают на то, что Lanssen-C, наверное, более редкий и более желанный танк, поэтому меньше дают танков на продажу в надежде на какой-то ажиотаж. Что касается ценника, Lanssen-C выставили на продажу за 7000 голды. Если посмотреть в прошлое, то вы увидите, что Lanssen-C в голом состоянии продавался за 7500. То есть получается на 500 голды уже дешевле. Но все-таки мне кажется, что Lanssen-C не стоит своих семи. Пишите свое мнение в комментариях. Мне интересно почитать, потому что я вот сейчас думаю, что себе из этих двух машин все-таки взять. Потому что ни той, ни другой на основе у меня нет, а коллекцию пополнять надо. Повторюсь, именно коллекцию не, потому что я считаю, что один или второй танчик действительно прям надо хватать и тащить за орудие к себе в ангар, для того, чтобы они там находились. Что касается WZ-122TM. 7500. И это, ребят, на целую тысячу дешевле, нежели ранее продаваемая машина в практически голом состоянии. Ну почему практически? Потому что там, ребят, давали еще открытое полностью все оборудование. И да, может кто-то скажет, что открытое все оборудование не так уж и дорого, но в любом случае это 2 миллиона серебром приблизительно. Поэтому, ребят, могу сказать следующее. Констатация факта, констатация и факта. Да, действительно, данные две машины вышли на продажу дешевле, нежели их продают постоянно. Но стоит ли их сейчас покупать? Ну здесь уже вопрос очень большой. Потому что все-таки 7500 или даже 7 за Лансена на дороге не валяются. Что собой представляют данные машины в виде брони? Но начнем с того, что WZ гораздо лучше забронирован. Действительно похож на средний танк. У него неплохо забронирована лобовая часть башни. Ком башни хоть и приличных размеров, но тоже имеют броню. Верхний бронелист тоже не светится зеленым. Здесь 220 единиц с учетом приведенки. Ну, короче говоря, плюс-минус танковать есть чем. И мне действительно в этом отношении WZ-ха нравится гораздо больше, нежели Лансен, который больше похож на легкий танк. Да, номинально средний, но, как видите, брони здесь нет вообще никакой. Даже маска орудия не имеет нормальной брони. Им 150 с учетом приведенки. Ну, давайте вот так его поставлю. 153. Ничего от этого не меняется. Короче говоря, я бы сказал, что это картон-картонный. Но, с другой стороны, ты понимаешь, почему ты картонен. Ты картонен, потому что ты более подвижен, как минимум. У Лансена скорость движения вперед составляет 55. При том, что у WZ-122TM 45 километров. То есть 10 километров разницы в пользу Лансена. То же самое касается и бодрости от хода назад. У Лансена на 3 километра ход назад лучше. 18 против 15 у WZ-х. Короче говоря, на Лансене ты играешь больше, как на легком танке, который действительно обладает подвижностью. Но все-таки является полностью пробиваемым со всех сторон. Что касается орудия. По ДПМу, по пробитию, я бы сказал, что эти машины, в принципе, равны. Ну, нельзя говорить о том, что Лансен прям далеко вперед ускакал. 2072 против 2035. Этой разницы мы навряд ли с вами сможем почувствовать. Но почувствуем разницу в отношении разового урона. 200, ой, господи, 200. 320 против 400. Это получается 80 единиц Альфы за выстрел. И это действительно существенная разница. Опять-таки, переходим к перезарядке. Здесь в пользу однозначно Лансена. Чуть более 9 секунд против 12 секунд у WZ-х. Но не знаю, ребят, поиграв на WZ и на Лансене, мне все-таки понравился геймплей именно на WZ. Он какой-то более спокойный и более уверенный. На Лансене меня постоянно тревожит мысль о том, что меня сейчас кто-то законтрит. Что в меня сейчас кто-то отправит снаряд. И что мне сейчас будет безумно больно. Короче говоря, вот эта вот погоня за тем, чтобы выжить на Лансене, мне очень сильно не нравится. Что касается процента по победам, то, как вы видите, машины абсолютно равны. И количество игроков, которые на них играли, тоже, можно сказать, равны. 2900 игроков против 306. Господи, 2900. 290, простите, игроков против 306. Короче говоря, 300. Ну, если округляя, в одну или в другую сторону. В общем, ребят, задача сложная. И задача, к сожалению, ложится на ваши плечи. Кто вам больше нравится? Картонный Лансен или плюс-минус бронированный ВЗ. Тот, кто более скоростреленный или тот, кто наносит больше урона. Я бы сказал так. Лансена С необходимо дождаться по цене хотя бы в 6000. И тогда, возможно, имеет смысл его себе приобретать. Мое скромное мнение в отношении ВЗ-122ТМ, что даже за 7000 данную машину брать можно. Потому что она действительно интересная и действительно играбельная. По крайней мере, в руках среднестатистического танкиста. Или назовем его танкиста средней руки. Ну, в общем, не профессионала и того, кто не прям звезды с неба в боях снимает. Соответственно, на Лансене выживать вам будет гораздо сложнее. Обзор краткий на Лансена и на ВЗ-122ТМ я уже побежал снимать. И буквально через полчаса-час и одно и другое видео появится на канале. Там будет быстрый тест на одну и на другую машину. Если хотите это не пропустить, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Жмите лайкосик и обязательно прожмите на колокольчик. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.